Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы начинаем рассмотрение послания святого апостола Павла Кримена. Это послание находится в начале всего корпуса апостольских посланий, и, конечно, это не случайно, поскольку действительно это самое большое и, возможно, самое значимое из посланий апостола Павла. Кроме того, для нас это еще важно тем, что именно с него начинается цикл апостольских чтений церкви на литургии после периода Пятидесятницы, то есть после того, как, собственно, начинается отсчет от Пятидесятницы, мы с вами на ближайшей литургии в течение примерно месяца будем слушать это послание. Итак, прежде всего, кому оно обращено? Оно обращено церкви, с которой апостол Павел еще не знаком лично. Сам он еще не бывал в Риме и только надеется попасть там в ближайшем обозрительном будущем. В конце послания он делится своими планами и говорит о том, что он как раз хочет побывать в Риме, и говорит о том, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Это 15 глава, 32 стих. Итак, в преддверии своего посещения Рима апостол Павел решил обратиться к тамошней церкви через послание. Для чего? Он знает, что, конечно, сам он там уже давно известен, и относительно него у римской церкви неоднозначное мнение. С чем это связано? Рим — столица древнего мира, и, конечно, пропасть христианства туда пришла довольно рано. Нам все известны поговорки, когда все дороги ведут в Рим или из Рима. И, конечно, в среде иудейства возникла первая христианская община, и обсуждение личности Христа достигло там такого накала, что в 1949 году император Клавдий из-за споров о Христе вынужден был поступить кардинально, не вдаваясь в религиозное противостояние, он погоняет всех евреев из Рима. Однако, вслед за иудеи христианской общиной, которая вынуждена была покинуть Рим, в Рим появляются те, кто принял христианство прежде всего от апостола Павла, и в связи с теми общинами, которые он основал в Малой Азии и Европе. И эти общины были, прежде всего, языкох христианские, поэтому им ничего не угрожало. Вскоре Клавдий умер, и постепенно евреи стали возвращаться в вечный город, и в результате в римской церкви образовалось как бы два крыла. Это иудея христианская и языкохристианская. Что касается языка христианского, то здесь, как я уже сказал, не в последнюю очередь эта часть римской церкви была связана с апостолом Павлом, и, конечно, ждала его посещения Рима. А что касается иудея христианской, то здесь отношение к апостолу Павлу было неоднозначным. Почему? Да поскольку его отношение к закону апостол Павел наставил, что время Ветхозаветного закона прекратило свое существование, оно вызывало у иудеев отрицательное отношение, поскольку они не мыслили себе вне закона. Закон как бы их идентифицировал, он определял их как народ и гарантировал им связь с Богом. И поэтому, конечно, это была довольно болезненная тема, и апостол Павел понимает, что он не может просто так прийти в Рим. Он должен сначала объясниться с ней, он должен сначала разъяснить тамошним христианам свою позицию по ключевым вопросам. И, конечно, эта задача, она на самом-то деле не просто породила это послание, а она дала нам ключ к пониманию богословия апостола Павла. Дело в том, что все послания или большая их часть, они были написаны по различным ситуациям. То есть в конкретной общине, Каринской, Галатийской, или Фессалоникийской, или еще в какой-то еще, возникали какие-то проблемы, которые требовали решения, и апостол Павел, разрешая их, отвечал на эти вопросы, на эти проблемы, на какие-то ситуации, которые были связаны с отношением апостола Павла с этими общими посланиями, письмом. Но в Римской церкви, как я уже сказал, он пока еще лично знаком не был. И поэтому, не касаясь конкретных ситуаций и проблем, которые были в Римской церкви, зная о них только в самых общих чертах, и зная о том, что его личность вызывает в Римской церкви неоднозначную оценку, он пишет это послание, в которое систематически излагает свои богословские взгляды. И эта семантизация, она чрезвычайно важна, поскольку дает нам возможность представить себе, как проповедовал апостол Павел, что он говорил, собрать многие ключевые положения его провозвестия воедино. Конечно, во многом послание к криминам в своих ключевых моментах оно предопределило последующее развитие христианского богословия во многих темах. Это касается и сатериологии, учения о спасении, касается искупления, это касается и учения о церкви, о таинствах. Поэтому, конечно, без этого послания непредставима христианская доктрина в целом. И для нас сейчас есть возможность рассмотреть это послание, но сначала мы это сделаем не так, как обычно, глава за главой, а, как бы, вступая в это послание, мы разберем ключевые положения первых восьми глав. Дело в том, что все послания апостола Павла они, в принципе, хорошо делятся на две части – доктринальную, догматическую и нравственную, этическую составляющие. В послании к криминам деление более сложное, оно делится на три части, но об этом разговор впереди. А пока отметим, что вот половина послания с первой по восьмой головой – это изложение систематическое, как мы уже сказали, апостолом Павлом, содержание своего провозвестия. И очень важно понять внутреннюю логику мысли апостола Павла, потому что, читая главу за главой, мы можем как бы не состыковать, не собрать этот пазл, не представить себе, как же развивается апостольская мысль от голове к главу, и чем, собственно говоря, это развитие диктуется, с чем оно связано. Поэтому прежде чем более детально, более досконально рассматривать каждую главу из послания апостола Павла, мы сейчас во вступительной части постараемся рассмотреть именно тот каркас, на котором уже зиждется, на котором строится последующее богословие апостола Павла в деталях. Итак, первое, от чего апостол отталкивается, это от того, что все человечество виновно перед Богом. В первой главе послания он перечисляет многочисленные грехи язычников, говоря о том, что Бог предал их постыдным страстям. Женщины изменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, и делают они всякие непотредствия, исполнив всякой неправды, блуда, лукавство, коростолюбие, злоба, исполнив зависти, злоречивы, клевотники и так далее. Перечисление это довольно долгое и подробное, и, конечно, не оставляет язычникам никаких шансов на оправдание. Более того, это перечисление апостол заключает следующими словами. Не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, многочисленные проявления греха не встречают в языческой среде никакого протеста. Более того, находят в себе одобрение. А как обстоит дело у соплеменников апостола Павла? Может быть, там можно найти альтернативу этому разгулу греха. И как ни парадоксально апостол Павел говорит следующее. «Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона». 2 глава 17 стих. «И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, сведле находящихся во тьме. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуешь не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуешь, прелюбодействуешь, внушаешься идолов, и хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников». Итак, конечно, понятно, что вот тот перечень грехов или претензий, которые апостол Павел может предъявить к своим соплеменникам, он неизмеримо короче, чем то, что мы с вами можем найти в первой главе послания, в ее второй части. И тем не менее, несмотря на то, что, конечно, такого количества грехов мы в иудейской среде не встретим, апостол Павел все равно выносит своим соплеменникам безальтернативный приговор, он обвиняет их в нарушении закона, притом в ключевых заповедях. Конечно, тем самым, да, он как бы напоминает о том, что действительно иудеям им нечем гордиться. И говорит даже следующие слова, «Ибо не тот иудей, ктоаков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое по сердцу, по духу, не по букве». Итак, по сути своей, апостол Павел нивелирует все преимущества. И он говорит о том, что для Бога важнее преданность и послушание ему, а непринадлежность какому-то конкретному народу, как бы незначима была его история для Бога. Ну, более подробно мы об этом будем говорить об этом впоследствии. Апостол Павел понимает всю сложность этой проблемы и то, что, по сути, его такого рода утверждения, они как бы даже нивелируют домострительство Божие, и поэтому в третьей главе он начинает как раз с того, что какая польза быть иудеем, и какая польза от обрезания, говорит, великое преимущество во всех отношениях. Но действительно он сохраняет за своим народом определенные привилегии, он их не отрицает, и об этом неоднократно пойдет речь в послание, особенно в 9-11 главах. Но пока для нас важен итог. А итог того, что... Следующий, 19 стих, 3 главы. Но мы знаем, что закон говорит стоящим по законам, и заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Итак, вот то, к чему подводит апостол Павел своих читателей в вступлении в последующий богословский текст. «Виновны все». То есть грех, он нивелирует различия, он обнуляет возможные преимущества. Есть ли выход из этой ситуации? Потому что он означает, что поскольку виновны все, то и судимы Богом тоже будут все. и выход, который предлагает апостол Павел, выход, который предлагается Богом, это то, что ныне 21 стих 3 главы «независимо от закона явилась правда Божия, о которой сельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа на всех верующих, ибо нет различия». Надо сказать, что наш синодальный перевод содержит слово «правда», но его вполне можно заменить словом «праведность». Речь вот действительно о явлении о праведности Божией. То есть, если люди явили лишь непослушание и грех, то Бог в истории являет как альтернативу свою праведность. Что же представляет собой эта праведность? Об этом опять же речь пойдет дальше, но важно то, что это явление предполагает получение оправдания даром 24 стих по благодати искуплением во Христе Иисусе. Итак, оправдание один из ключевых терминов наряду с термином праведности для понимания послания к римлянам. И оправдание предполагает, что благодаря смерти Иисуса Христа и его воскресению с нас, с людей, снята вина за наши грехи. Вот 4 глава заканчивается таким утверждением «Воскресил Иисуса Христа из мертвого Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». И здесь мы должны с вами сделать отступление для того, чтобы понять один из важнейших ключевых моментов для послания, для богословия апостола Павла в целом, а именно это осмысление и понимание смерти Иисуса Христа. Дело в том, что для нас слова искупления, жертва, может быть, примирения, они хорошо известны и не содержат ничего принципиально нового. Их на протяжении тысячелетия осмысляет христианская традиция, и именно такое восприятие смерти Христа утвердилось вслед за апостолом Павлом. Но тогда, когда апостол Павел проповедовал, когда только христианство делало свои первые шаги, конечно, для людей, к которым он обращался, необходимо было объяснить смерть Мессии, ведь смерть Иисуса Христа Сына Божия. И это объяснение напрямую было связано с тем, что не только сама парадигма смерти Бога, оно не укладывается в человеческое сознание, но и примирить эту смерть с фактом воскресения. Ведь если Иисус Христос воскрес, значит смерть не была над ним властна. Если он переступил через нее, значит все то произошло имело какой-то смысл, потому что именно воскресение ставит вопрос а зачем же он умирал? Для чего это было надо, если все равно смерть не затронула его? Почему нужны были эти страдания, весь этот ужас Великой Пятницы? Для чего он на это пошел? И это вопрос, который на самом-то деле является ключевым для понимания Нового Завета в целом. И Евангелие, послания в конечном итоге отвечают прежде всего на него в их, конечно, богословских составляющих. И вот первые ответы, которые дает апостол Павел, сегодня мы начинаем с ними знакомиться понемногу попытаемся их осмыслить, понять. Итак, смерть Христа являлась жертвой, и апостол Павел об этом говорит в 25-м стихе, что Христос был принесен в жертву умилостивления в крови его для показания правды, праведности, прощения грехов, соделанных прежде. Итак, слово искупление означает выкуп, умилостивление это тоже особая терминология, которая связана с днем искупления, и отчасти об этом был разговор при анализе послания к евреям, сейчас пока это отложим в сторону, для нас что важно? Важно то, что прежние грехи прощены. И это кардинальным образом меняет положение человека перед Богом. В пятой главе апостол Павел говорит об этом следующее. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Примирение, оправдание — это отправной пункт, это начало пути, получение славы Божьей, окончание. И вот этот путь апостол Павел и описывает в пятой тире восьмой главах. Он говорит о том, что в результате грехопадения одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть. 5-12, так что и смерть перешла во всех человеков, потому что все согрешили. Итак, последствием грехопадения Адама стала смерть. Здесь апостол Павел переключается на другое понимание греха. Если в начале первых четырех главах он говорил о грехе, как о вине перед Богом, и эта вина снимается с человеком в результате оправдания и примирения, то примирение это действительно позволяет отношения дальше выстраивать, им расти, то здесь в 5-12 апостол Павел говорит о том, что грех он связан с прародителем, он связан с преступлением Адама, и благодаря этому отступлению в мир вошла смерть, которая властвовала над всеми людьми. Люди никак не связаны были с этим преступлением, они были связаны только с Адамом, но вина переходила от поколения в поколение, и люди умирали. И вот избавлением от смерти является крещение. В крещении апостол Павел говорит, 6 глава, 4 стих, мы погреблись крещением смерти, дабы как Христос воскрес из мертвых слава Отца, так и нам ходить в обновленную жизнь. Если мы соединены с Ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Так именно крещение, оно соединяет нас со Христом. В крещении апостол Павел говорит, человек умирает для прежней жизни и соединяется Христом для новой жизни, именно крещение это залог нашего воскресения. Но дальше апостол Павел говорит, «Итак, если мы умерли со Христом, верим, что и жить будем с Ним, зная, что Христос воскрес из мертвых уже не умирает, смерть над Ним не обладает. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам переноваться ему в похоть его, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью». Итак, апостол говорит о том, что человек, умирая для прежней жизни, в то же время умирает и для греха, притом настаивает на этом. В то же время мы прекрасно понимаем, что крещение все-таки проблемы греха окончательно не решает. И здесь апостол Павел вводит еще одно понимание греха. Он указывает на то, что грех связан с природой человека в результате падения, которое он называет плотью. И плоть, она как раз и мешает человеку преодолеть грех. Он говорит в 7 главе 18 стих «Ибо знаю, что не живет во мне плоти мое доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно того не нахожу доброго, которого хочу не делаю, а злое, которого не хочу делаю». Итак, человек оказывается беспомощен перед детерминизмом плоти. Она руководит человека, и хотя сам человек может стремиться к добру и принимать правильные решения, тем не менее, плоть господствует над ним и не дает ему этого сделать. Как же можно избавиться от диктата плоти? Это избавление происходит во вне. Сам человек, как мы уже понимаем, на это не способен. Освобождение происходит благодаря сообщению Святого Духа. Но вы, он говорит в 8 главе 9 стих, не по плоти живете, но по Духу, если только Дух Божий живет вас. А если Христос вас, то тело мертвое для греха, и Дух жив для праведности. Если Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, из мертвых, то воскресший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим живущим вас. И так братья, завершает апостол, мы не должники плоти, чтобы по плоти жить. Вот резюме, вот тот дар, который получают христиане, это Святой Дух. Святой Дух сообщает те силы, ту божественную жизнь, которая позволяет преодолеть власть плоти над человеком. Но этим значение Святого Духа для человека не заканчивается. Святой Дух свидетельствует о том, что само положение человека перед Богом изменилось принципиальным образом, ибо все вводимые Духом Божьим суть Сыны Божьи, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить во страхе, но приняли Дух усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. 8.16. Итак, мы дети Божьи. И это означает, что как дети своего Отца мы получаем право на наследство, доступ к которому раньше не имели. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Итак, все то, что принадлежит Христу по естеству, мы можем получить по благодати, потому что мы тоже дети, мы связаны со Христом, теперь мы его наследники. И Святой Дух как бы печать. Мы слышали свидетельство того, что действительно эта перемена произошла, что нам гарантирована будущая слава. И заключает 8 главе апостол Павел эти рассуждения следующим образом. Он говорил «Тех, кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». То есть получение славы, о которой он сказал в начале 5 главы, это вот итог, это слава Христа, которую мы разделим с Ним, поскольку мы являемся Его сонаследниками. И теперь давайте в завершении еще раз проследим этот ход мысли с первой по восьмую главу для того, чтобы дальше нам уже как бы иметь это своим ориентиром при анализе более подробном каждой главы этого послания. Итак, первая глава «Язычники виновны перед Богом», вторая «Иудеи тоже виновны», третья «Путь все виновны», путь снятия вины, это оправдание через искупление Христом. Пример «Вера Авраама», четвертая глава и пятая глава в результате грехопадения Адама смерть вошла в мир, шестая глава от смерти мы избавляемся в результате крещения, но седьмая глава еще над человеком давлеет плоть, и вот от власти плоти человек избавляется в результате дара Святого Духа, а Святой Дух это и святер нашего усыновления, и как сыны Божьи мы наследуем вместе со Христом его славу. Итак, тех, кого оправдал, тех призвал и прославил. Вот тот путь, который нам с вами предстоит более подробно проследить в первых главах послания к римлянам. и подробно подробно Продолжение следует...